Уникальный для Могилёвской области международный мотофестиваль «Волчьи тропы» проходил на протяжении двух дней в Могилёвском экстрим-парке. Главное в программе мотофестиваля – это открытый Кубок Беларуси по мото- и квадрокроссу. Посоревноваться и себя показать приехали спортсмены и любители из пяти стран мира – Россия, Украина, Литвы, Латвии и Германии. Соревнования проходили по 11 классам. Первый день был отведён малышам в классе до 85 кубических сантиметров и мотоциклам с колясками. А потом Гришка на этом песке упал. Несколько кругов. Самые маленькие мото-кроссмены, которым едва остыкнуло пять лет, сумело откручивали ручку газа до упора и резаво грацевали по песчаной трассе. Второй день соревнований был отведён более взрослым дисциплинам. Гонки на мотоциклах с объёмом двигателя до 500 кубических сантиметров и квадроциклам. После напряжённых соревнований, где белорусы заняли практически все ступеньки педестала, наступило время активного отдыха. Традиционный проезд по центральному улицу Могилёва, колонны байкеров не испортил слегка моросящий дождик. Участники фестиваля твёрдо уверены – четыре колеса возят тело, а два – душу. Кто-то привёз душу на Сталинском Днепре, а кто-то – на единственном всём роде Харлея. Сколько вообще таких мотоциклов в Беларуси? По моим сведениям, один я больше не встречал у нас таких мотоциклов. Это Softail Springer Harley Davidson. Очень редкая модель 2001 года. Уже снятая с производства, к сожалению. Не знаю, почему модель очень хорошая. Она отличается... Основное отличие – это вилка Springer, маятниковая вилка. Такая устанавливалась на старые мотоциклы ещё 30-х, 40-х годов, до военного периода. Мотоциклы, которые пришли к нам по Ленд-Лизу, имели такую же вилку. А вот у Александра свой праздник. На фестиваль он переехал на мотоцикль, купленном за час до начала. Харебуза К-8 – это мечта, можно сказать, всей жизни. То, как я хотел, только Харебузу и никакую другую. Особый восторг у жителей и гостей Могилёв вызвали показательные выступления команды стратрайдеров из Гомеля. Публика увлечённо наблюдала за их трюками на мотоциклах. Оно и понятно – в могилёвских краях этим экстремальным видом спорта занимаются единицы. Станк начинается с элементарного подготовления мотоцикла. Это добавление ручного тормоза, дублёр – это ручной тормоз. Выводится большая звезда, для тяги она нужна. Увеличивается большая звезда, ставится. Ну, выгинается бак. Это чтобы здесь сидеть, не скользить. Ну, делается специальная такая резина. Так более-менее удобно. И под индивидуального человека, его рост, высота уже, ну, в индивидуальную комплекцию сделается мотоцикл. Вечером культурная программа перетекла в свою активную фазу. Могилёвский парк экстремальных видов спорта утонул в киловаттах тяжёлой музыки. На сцене своё мастерство показали белорусские и российские рок-группы. Зажёгся огнями фаер-шоу и фейерверка. Мотосезон 2011 в Могилёве закрылся громко и эффектно. Могилёвский парк экстремальных видов спорта.